Служение Слова Благодати представляет Программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев. Программу «Библия говорит». Служению приходится работать, как никогда много, чтобы выставлять актуальные проповеди, вести бесперебойную трансляцию, отвечать на жизненные вопросы, поддерживать гимнами и утешать братьев и сестёр по всему лицу Земли. Мы просим молиться о сохранности наших сотрудников, а также поддерживать нас материально. Ваше финансовое участие сегодня как никогда необходимо для Церкви Божьей по всему миру. Друзья, мир вам! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, почему апостол Павел был готов быть отлученным от Христа ради израильтян? Неужели он любил их намного сильнее, чем самого Христа, что готов был даже вот... Понимаю сложность этого вопроса. И для того, чтобы нам в нём разобраться, нам нужно увидеть то место, где апостол говорит об этом, непосредственный контекст, причину, почему апостол говорит именно так, и понять вообще стиль написания книг священного писания и особенно стиль апостола Павла. Когда мы говорим о выражении того или иного ощущения, которым наполнено сердце конкретного человека, в данном случае апостола, то вот ощущения выражаются разными литературными формами. Когда люди встречаются друг с другом и говорят такую фразу, ой, я сто лет тебя не видел. Это не значит, что он посчитал, что он точно не видел сто лет или девяносто девять. Это фраза, которая говорит о том, что очень давно мы не виделись с тобой. И все понимают этот литературный приём. Например, в 13 главе 2-1 послания Коринфянам апостол говорит, если бы я взял крылья зари и перенесусь на край моря. Вот когда он так говорит, это не говорит о том, что у зари есть крылья, о том, что Павел верит, что эти крылья можно взять и приделать к себе, и можно перенестись на край моря. То есть мы ясно понимаем, читая подобные вещи, мы понимаем, что это литературный приём, который апостол использует для того, чтобы подчеркнуть яркость той идеи, которую он передаёт. Когда речь идёт о Павле и его готовности быть отлученным от Христа, в данном случае апостол подчёркивает свою огромнейшую любовь к народу израильскому. Это девятая глава посланий к римлянам. Он говорит так во втором стихе. «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтянам, которым принадлежат усыновление, слава, заветы, законоположение, богослужение, обетование, и их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми, Бог благословенный вовеки». Но дальше на протяжении всей этой главы и двух последующих апостол как раз и объясняет, что это невозможно сделать. Спасение Израиля только через Евангелие Иисуса Христа, только по благодати, которую мы можем получить через Христа, умершего за нас. И когда он говорит, «Я желал сам бы быть отлученным от Христа», он говорит, чтобы подчеркнуть свою огромную любовь к этому народу. Хотя он известен был, апостол Павел был известен как апостол язычников, то есть он был послан Богом для того, чтобы проповедовать язычников, но сам он был еврей, сам он очень ярко ощущал эту связь со своим еврейским народом. И поэтому он подчеркивает и говорит это. Что-то подобное мы можем наблюдать в жизни Моисея. Когда-то Моисей, когда Бог желал истребить народ, Он говорил, «Я тебя оставлю». Он, Моисей, вышел вперед, и Он защитил народ. Конечно же, Моисей не может умереть за народ, когда он просил, «Уничтожь меня». Моисей, и Бог говорит, «Каждый за свои грехи несет ответственность». Но Моисей говорит, «Если народ погибнет, то что скажут египтяне, с которыми были такие долгие дебаты по мере того, как они выходили из Египта. То есть, вот это такое естественное эмоциональное выражение своей любви. В данном случае апостол Павел подчеркивает свою огромную любовь к этому народу, любовь, которая выше всего, что он может быть. Он готов пожертвовать собой. И здесь нужно смотреть не с точки зрения того, что он любит Христа меньше, здесь нужно посмотреть с точки зрения того, что он себя не ценит, он себя готов отказаться от самого дорогого для себя ради других. То есть, вообще, это явление отказаться от своего спасения ради другого – это невозможно. Это невозможно. Вот что-то подобное сделал Христос. Он сделал это в действительности единственное. Что он сделал? Он принял на себя грехи людей. И когда он принял на себя грехи людей, то он тогда попал в положение, в котором отец отвернулся от него. То есть гнев Божий был излит на него. Но это только Сын Божий мог это сделать. Никто другой этого не может сделать. Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Слава Богу. Спасибо, друзья, что вы были сегодня с нами. На сегодня все. Благослови вас Бог. Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Вайбер и Ватсап 1-360-977-2182 и на электронную почту radio.slovo.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.